Человечеству грозит эпидемия ожирения. Учёные провели исследования и сделали неутешительные выводы. С каждым годом население прибавляет несколько килограммов. Набираются они легко, а вот избавиться от них трудно. Но есть уникальные методики снижения лишнего веса. И вот как раз об одной из них мы поговорим с нашим гостем, специалистом Центра снижения веса доктора Гаврилова, биологом, клиническим психологом Татьяной Дрожжиной. Доброе утро, Татьяна Васильевна. Доброе утро. Есть ли какая-то статистика по ожирению в России? Есть. В предыдущем году, в 2014-м, Россия, к сожалению, вышла на четвёртое место по ожирению в мире. Ещё год-два назад она была на пятом месте. То есть статистика неуклонно показывает такие темпы. То есть ожирение быстро растёт, можно так сказать. Да, оно растёт. То, что касается детского ожирения. Детское ожирение. Вы знаете, к нам в центр очень часто приходят взрослые люди, озабоченные тем, что их дети имеют лишний вес. Стараются записать к нам на программу таких детей, но мы приглашаем в таких случаях взрослых, потому что именно их ошибки в формировании рациона... В неправильном кормлении. Да, да. В неправильном кормлении. Кормление ещё какие-то даже и психологические причины есть определённые, да. Вот если, допустим, человек самостоятельно решил сбросить вес, кто бы вы порекомендовали этим людям? Ну, однозначно, сопровождение специалиста однозначно приходит в серьёзный центр, медицинский центр по снижению веса. Знаете, нужно выбирать такую программу, которая не только подберёт сбалансированное питание. На каких-то этапах, сложных моментах будет вот это сопровождение. Плюс такую программу, в которой комфортно вес снижать, чтобы человек не испытывал голода. Вот есть ещё и психологическое сопровождение, потому что очень часто люди говорят, ой, у меня случился стресс, и поэтому был срыв. Мне кажется, это самая главная психологическая поддержка какая-то. В этот момент просто сразу же вот в нашем центре люди, как только так называемый стресс случился, то есть какая-то ситуация сложная, они просто набирают номер и приходят в центр. Центр доктора Гаврилова – это, как известно, новые технологии. Вот какие новые технологии у вас? Ну, в частности, это аминокислотная терапия. Мы прописываем аминокислоту ту или иную конкретному человеку по результатам тестирования. Это помогает справиться с эмоциональным аппетитом, гармоничным сделать настроение, снизить уровень тревожности. Человек легко и просто движется в программе. А вот когда человек уже первые результаты увидит? Вы знаете, первые 4 дня. По-разному? А, первые 4 дня. Вот, допустим, первые 4 дня, когда длится наша программа, интенсивный вот этот сам курс, бывали случаи 4 килограмма снижения веса. За эти 4 дня это 2-4 килограмма – это нормально. А как жизнь ваших клиентов меняется? У них не только изменился образ жизни, то есть они смогли научить себя правильно кушать, соответственно, у них изменилось настроение, а что его жизнь расцветилась какими-то разными красками, новыми событиями, что его личность изменилась. Татьяна Васильевна, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Вот что бы вы пожелали тем, кто хочет сбросить вес, вашим потенциальным клиентам? Я бы пожелала вспомнить о том, что если ты специалист в своём деле, вот ты себя считаешь специалистом в своём деле, в своей профессии, точно так же есть такие же специалисты в своём деле, в деле снижения веса. Необходимо им довериться, необходимо довериться серьёзному медицинскому центру. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, а я напоминаю, что в гостях у программы «Наше утро» был специалист Центра снижения веса доктора Гаврилова, биолог, клинический психолог Татьяна Дрожина. Всем доброго утра и желаю прекрасного настроения и хорошего здоровья. А мы вернёмся в студию через пару минут. Внимание! Снижение веса в центре доктора Гаврилова. Начало занятий 7 сентября. Запись по телефону 233-4353.